Прежде всего, открытый вопрос. Как вы оцениваете события в Казахстане в минувшие выходные? Здравствуйте. События я оцениваю, если с точки зрения развития нашего политического движения, считаю, что достаточно все неплохо. Политический сезон осенний начался, и власть показала свой жуткий испуг. В принципе, я думаю, это просто показывает реальную оценку ситуации с их стороны. То есть они напуганы. Это очень важно. Вы неоднократно говорили и продолжаете говорить, что если на акции протеста выйдут от 80 до 100 тысяч казахстанцев, то власти обязательно прислушаются к требованиям, потому что, как вы говорите, власти просто испугаются. Но такого количества людей собрать пока не удается. В чем причина, как вы думаете? Я говорю не совсем так, как вы сказали. Я говорю 3,5-5% от всего населения страны. В стране у нас чуть больше 18 миллионов. Это от 500 до 1 миллиона человек. Такого количества достаточно не то, чтобы прислушались, а для полной смены режима. Что касается выхода людей, почему мы еще этого не добились, я хотел бы просто буквально привести примеры в динамике. Нужно смотреть не в статике, а в динамике. В 17-й год, когда я начал свою политическую деятельность после выхода из тюрьмы, объявил о создании демократического выбора Казахстана, не было ни одного митинга. В 18-м году начались первые акции с марта 18-го года. И первый митинг был 10-го мая, 23-го июня следующий, 6-го июля 3-й. Вот, собственно, весь 18-й год в такой динамике был, и при этом нам 23-го июня и 6-го июля власть не дала провести митинги. В принципе, заблокировала улицы и все прочее. 18-й год, теперь смотрите, 19-й. Начиная с февраля месяца, мощнейшая динамика. Акции, митинги, выход матерей. 1-го мая, большое количество было тысячи в Балмате и тысячи в Астане. 9-го июня, 6-го июля и вот в сентябре. Поэтому все нужно смотреть в динамики. И динамика мощная. Ну вот у меня просто, я еще хочу спросить, может граждан Казахстана просто устраивать нынешнюю жизнь и нынешнюю власть, поэтому столько людей не выходит, вот столько бы, сколько бы вам хотелось? Да, не только в этом дело, потому что наши люди политически, скажем, плохо были образованы. Они не понимали, в чем причина, почему они плохо живут. И сейчас это уже сильно изменилось. Мы провели большую работу и по динамике этих митингов, по количеству уже видно, что это все, скажем, будет в прошлом. И все зависит от нас, и нам власть сильно помогает, нас сильно рекламирует. Они закрывают улицы, площади, мобилизуют армию и все прочее. И таким образом они нам просто помогают. Я откровенно скажу, я хотел поблагодарить власть, что они заблокировали улицы, города, выключали интернет. Особенно два года подряд был выключен интернет, когда я выступал в прямом эфире. Поэтому эта ситуация меняется. А ДВК знает вся страна. Теперь осталось добиться главного. Мы будем сейчас продвигать наши программы и будем более тщательно организовывать эти митинги. И количество людей, безусловно, вырастет. Безусловно, потому что недовольных режимов более 90% населения. Господин Авлязов, давайте вот о чем поговорим. Президент Казахстана Касым Жамар Тукаев вроде бы пытается наладить диалог между властью и гражданским обществом. И не против акций протеста. Главное, по его словам, чтобы все было в рамках закона. А как вы думаете, есть ли шанс, что в скором времени ситуация с народным волеизъявлением изменится в лучшую сторону? Народное волеизъявление во всем мире и в Казахстане, в том числе, для этого есть институты. Это парламент, это местные органы власти, которые должны избираться народом. Все остальное, типа НСОТ, где собрал он своих людей, лояльных власти, и просто где руководит этим, это не является демонстрацией диалога с народом. Диалог с народом – это выборность, это разрешение проведения митингов. И тем более, что Казахстан подписал факт о гражданских правах, все прочее. И Тукаев был заместителем генерального страны. Он прекрасно знает, что это соглашение, подписанное в 90-х годах, и у наших граждан есть безусловное право выходить на улицы, выражать свои мнения, свобода СМИ, и всего этого нет. Поэтому все, что он говорит, это декларация. Он ничего не решает. Это президент, номинал, над которым стоит Назарбаев. Это очевидно. Ну вот понятно, что лично вы для казахстанской власти раздражительны. Но как вы думаете, почему полиция так жестко разгоняет митинги? Вот в субботней акции протеста в автозаке затолкали девочку и даже мужчину с протезом. Я не могу быть один раздражительным сам по себе. Я такой же человек, которого легко посадить, убить, что угодно сделать. Просто через меня власть реально ощущает угрозу. Угрозу реальную со стороны нашего населения, гражданского населения. Я просто наиболее грамотно мобилизую эти протесты. И поэтому власть сильно реагирует. Она реагирует не на меня, а реагирует на свой народ. Не я там стою на улицах, не я протестую, не я там сижу в тюрьмах. Это люди выходят сейчас сотнями и тысячами, завтра выйдут десятками тысяч. И власть, анализируя ситуацию по всей стране, у нее есть разные группы, которые изучают социальные срезы. Они знают общественное настроение, знают, что оно плохое. Когда пропагандист режима Ертасбаев вышел в эфир, он был оплеван всей страной. И они это прекрасно знают. И мобилизация, и полиция, и все прочее, это только отражение их знания, их страхов, их понимание, реальность. Они прекрасно знают, что народ очень сильно настроен против власти. Господин Аблязов, не так много времени осталось. Вот последний вопрос очень хочу вам задать. Вы говорили, что нынешняя архитектура власти в Казахстане через полгода рухнет, как карточный домик. За отсчет вы брали выборы президента. Вы по-прежнему так считаете? У нас полминутки. Да, я поставил задачу до конца года добиться результата, добиться смены режима. Если даже я ошибусь, то я думаю, что это ненадолго ошибусь, на небольшое количество месяцев. Настроения плохие, и власть не способна изменить ситуацию. Они только имитируют дурную деятельность, обманывают. Сейчас это уже никого этим не купишь и не обманешь. Я буду добиваться этого. Посмотрим, как жизнь покажет.